Борьба была, в общем-то, да, до последнего. И путь. Приехал в Рио выступать за свою страну, да. Играл он с Теннисистом, играл ему 6-0, 6-0. То есть не выиграл ни одного гейма. Стоило ли ехать, да. 1-4 уступает пока Рикардес. Ну, стал чаще выиграть. 15-0. Ошибается. Вот это хорошо. Играл в первом же круге, проиграл на турнире в Гамбурге. Такая серия у него очень обидных поражений была. Этим-то и вычист. И еще один прекрасный прием. Ну, 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 да. Очень хорошо. Ну, вот как... Да, ну и прекрасно. Это уже третий обойдя счет. Аут, ноль пик. Фабио. Вот как-то... Да, ну тут понятно уже. Баре оббороться было тяжело. Да или нет, во всяком случае, победительность турнира Большого Шлема. На US Open этой церемонии свадебной. Протошла она в Остуне, в таком маленьком городке, в Италии. Вот он, двое детей было в семье. Здесь угодно. Здесь он на равность сыграть с первой ракетки в физическом плане. Да, ну вот втянул в такую игру. Испанский теннисист по происхождению. Он был испанским дном, гражданином. Ну и сам-то играл в ты. Проводить этот розыгрыш. Нет. Да, так и получилось. Видите, ошибка, которая привела к первой потере Геймана. То есть вот эти теннисисты как раз и свободно отыгрывают. Первый. 40. Аут. А вот это лучший удар. Технически очень здорово было все исполнено. Ошибается. 40-0 ведет. Ликардес. А вот и Фаннини ответил. Примерно. Вот и. Четко. Нарезанным ударом. Ну а затем вот все-таки добился успеха. Итальянский теннисист. Это ровно. И верчиво относится к судейству. Да и проверочных мячей довольно много было. Ну вот под право. Как только под право играет Беранкист, тут же моментально у итальянского теннисиста уже преимущество. Тут вот решил в первую из отскока выполнить укороченный удар. Не к месту, конечно. Вот это вот очень хорошее. Вот это вот очень хорошее. Это первый брейк-поинт, кстати. Теннисист, поэтому-то у него и выигранный сет есть. И в запасе еще и брейк во второй партии. Ошибает. Афанни Дебороса вовсю за... Афанни Дебороса вовсю за... Там где-то около судей бегает, подбирает мячи. Но моментально вот умеет, конечно, переходить в атаку. Тут он достал вот этот мяч укороченный. Как бы его протолкнул довольно глубоко. И Беранкист, в общем-то, не спокурт. А этого как раз и не сумел сделать литовский теннисист. И еще один брейк-поинт в этом гейме. И ошибается. Ошибается литовский теннисист. Но это уже почти что победа. Ну, достал ты, достал. Нет, они с правил проходят. Но Беранкист им не умеет пользоваться. Соперника, ну, а чувство мяча еще раз продима. 57 минут только лишь. Прошло с начала этой встречи. И двойной матч в Олоне завершается этот матч. Так и не сумел, в общем-то, навязать борьбу своему сопернику литовский теннисист. И довольно комфортная победа в двух партиях со счетом 6-1.